Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Третий том. Вопрос 1102. «Обязательно ли человеку иметь духовного наставника?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Подробный ответ найдете в нашей книге «К истинному православию» в разделе «Отцы и дети». Как хорошо, когда у человека есть гид в незнакомом городе. Лоцманский катер при входе в неизвестный канал, чтобы не напороться на подводные рифы в гавани. Стакрад счастливее их тот, у кого есть рожденный свыше наставник. Как это редко встречается. Сегодня идет незримый конкурс на духовников. И самые наглые и бездарные будут мять и давить тебя под свою злую волю. Иоанн Златоуст выразил это так. «Смотри, вместо пастора не избери волка». Деяния апостолов, 20 глава, 29-30 стихи. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Лучше не иметь никакого, а просто учиться у Бога, нежели попасть в руки разбойника или ходея в рясе. Я забыла, когда я бывала одна. И с устав, все об отдыхе просят, смертельный устав. Как ты, милостив, добрый, понятливый Бог, только ты на ходу продержаться меня мог. И заставить склониться в тени на привал, зная загнанный зверь, все бы мчался и мчал. И расходуя сил на бездонный запас, подкосился б и пал преждевременный час. Ты помог мне замедлить убийственный ход, сам повел за собою спокойно вперед. Умудри, укрепи и пополни урон. За покой же прими самый низкий поклон. Вера Кушнир